начала как будет она здорово что здорово а вы как все хорошо вашими молитвами держимся что будет дальше что думаете чтобы и дальше да как сказать это все временно не но все в этом все в этом мире временно для человека а вот если в целом браку лобально после тягости приходит облегчение вот когда в сорок пятом году пришло облегчение вот сорок пятом году в 1945 на когда война закончилась пришло облегчение как сейчас будет то же самое облегчение придет когда война закончится война война уже идет да не это такая знаешь не настоящая война это на линии на линии нет там война идет полномасштабно со всех сторон просто россия не может взять ничего ни одного объекта мне не получается не хватает сил если все захотят что-то взять если бы не захотели если бы не захотели они бы уже взяли россия не может взять потому что во первых а разворот разворована вся минобороны б генералы которые управляют российской армии они находятся 18 век они не умеют воевать в сегодняшней войне поэтому украинцы люди выиграют и украина получает украина получает оружие сегодняшнего поколения это все сказки это все сказки они полномасштабно конечно нет и не возьмут не чем брать российская армия сегодня потерпела сокрушительное поражение на всех фронтах украины генералы просто пачками сдают своих молодых бойцов кладут под украинский огонь генерал уже два генерала убитых только официально еще 3 сейчас проверяют знаете такой герасимов есть генерал-майор загиб 누�на считта же погибут но знаете сколько количество количество погиб и знаете сколько российских срочники срочники работы не особо стреляет а зачем с отсеками посылает путин а зачем путь и посылает срочников зачем путем посылает срочниками воевать но ничего не знал что такая ситуация произойдет а какая ситуация действительно ушас но что вот такая ситуация произойдет он не знал смотрите если он не знал что так смотрите вот вы правильно быть если он не знал что так произойдет значит плохой он главнокомандующий главнокомандующий должен уметь просчитывать поэтому путина нет ошибок у него он не знал понимаете они все прекрасно знали, на что они идут. Это военное преступление. И те, которые сейчас пытаются оправдывать это, точно такие же пособники военного преступления. Когда Гитлер нападал, и кто же кричал, что мы там кого-то спасаем, защищаем, пока война не закончилась, вот так он кричал. А потом все стало на свои места. История всех рассудила. И сегодняшняя Российская Федерация повторяет те же преступления, которые совершала нацистская Германия вместе с Гитлером. Сегодня Путин это даже не могу сказать слово человек, это не человек. Вот обратите внимание, представьте себе такую картину. Нет Путина. Вот все на планете Земля вздохнут сразу. Вот его нет и все. Причем в любой точке мира. Он единственное сегодня, вот это зерно, которое распространяет заразу. Метастазы пускает по всему своему окружению, а окружение передает уже остальным людям. Ну как там, что там? Слышно. Воевать пойдешь? Уже есть возраст военностужащего? Понял что? Мм? Что? Я говорю, воевать пойдешь? Куда пойду? Воевать. Ну тебе уже есть 18-й? Пошел 18-й год. А, пошел 18-й год. Но что ты думаешь по поводу того, что происходит сегодня? Тебе нравится? Насчет войны? Войны. Насчет того, что Россию сегодня считают весь мир страной-агрессором. Сегодня Путин, это Гитлер 21-го века. Сегодня все люди ненавидят Россию на планете Земля, только потому, что Российское общество поддерживает его. Ну и хуй с ним. Ну вот то, что сейчас все идет к тому, что в России не будет ни интернета, не будет никаких компаний западных. То есть Россия закроется в своих границах, у людей нечего будет кушать. Как в Советском Союзе жили. Многие кричали, я хочу обратно в Советский Союз. Ну вот сейчас все идет к тому, чтобы люди вспомнили, что такое Советский Союз. Так интернет у нас, Россия. Интернет американский. Американцы дают всему миру интернет. А у фанель там и так далее и по американской это все? Конечно. Все оборудование американское, компьютеры все, обеспечение компьютерное, все это американское. У России своего ничего нет. У России есть березки, которые стоят в лесу. Ну и мох там около деревьев тоже. Это свое есть. Больше ничего. Я даже не знаю, что считаю. Ты для меня новости большие открыл. Серьезно? А почему? Как тебе кажется, почему ты этого не знал? Почему тебе казалось, что вот все, что тебя окружает, это все благодаря там России, Путину и так дальше? Ну, не знаю. Потому что живу в России, поэтому так думал. То есть ты хочешь сказать, ты живешь в России, тебе говорят что-то, ты это воспринимаешь и веришь. Вот все, что тебе говорят, ты говоришь, да, так и есть. Значит, да? Большинство, да. Понятно. А ты никогда не пробовал выйти из этого круга, в котором ты находишься, где тебе просто лучше что-то вливают, а ты просто говоришь, да, да, точно, так оно и есть. Не пробовал проверить как-то информацию и узнать, а вдруг это не так. А может тебя обманывают? Не, не пробовал сейчас. Понятно. Ну, хорошо. Что ты думаешь, что вот сейчас отключают интернет? Потому что уже Инстаграма в России нет, значит, Фейсбука в России нет, потому что Россия назвала Фейсбук террористическая организация. Но это вообще дошли до того, да? То есть Фейсбук это террористическая организация. Хотя самые большие террористы находятся в Кремле. Это вот эта кучка путинская, вот это самые большие террористы. Это те люди, которые сегодня ненавидят весь мир. Хоть иногда правду послушают. Понятно, что это молодой человек, ему почти 18 лет. Но вот 18 лет ему исполнится, и все, ему повестку принесут, давай, иди. А там стоят загранотряды, я вот читал, да? Кадырцев. Кадыровцы сами воевать уже не хотят. Они уже пошли несколько раз, поняли, что украинская армия это небеззащитные люди, да? Которым они приезжают в Москву, там и из себя строят крутых. Украинская армия умеет сопротивляться, умеет сражаться и имеет достоинство, и никогда не станет на колени. И что? Они приезжают там, бегают, фотографируют танки, якобы они воюют. И селфи, да? И снимают, и посылают своему гуру этому, Кадырову. Как они там воюют. На самом деле они стоят, и вот таких вот мальчишек они отправляют туда вперед, там по 17-20 лет, говорит, давайте, идите. Потому что они-то умирать не хотят никто. И Путин умирать не хочет. Поэтому он посылает, а ему все равно на жизнь других людей. Вообще, самый большой русофоб это Путин ВВ. Потому что больше всего русских убил именно он. И продолжает убивать. И продолжает делать то, что он делает. Пойдем дальше. Привет. Привет. Ну что, Вадик такой милый. Что? Что у вас слышно? Как вы относите к тому, что нету инстаграма, фейсбука нету? Ютуб скоро закрывать будут? Нормально? Нормально. Переживем? Ну а то, что все компании выходят западные из России, тоже нормально. То есть не будет ни Магдануста. Переживете? Мы сильнее. Интересно. Вы знаете вообще, как люди жили в Советском Союзе? Ну, в принципе. Вам нравится такое положение дел, что Россия вот именно туда идет, в сторону Северной Кореи? Враг для всего мира, ненависть других людей, развязывание вой агрессивных? Ну, Россия была дружелюбная. Кому? Ко всем. Серьезно? А почему тогда ее весь мир ненавидит сегодня Россию? Как вам кажется? Я не знаю. Нет представления никакого? Ну, и не охота, как-то не лезу в политику. Ну, вы молодые еще девушки такие, а вот те, которые постарше, они тоже всегда говорили так, вот общаюсь с ними, они говорят, я в политику не лезу. А сегодня некоторые из них уже начинают плакать. Говорят, как же так? Почему у меня забирают мой канал, например, Соловьев, да? Ну, он такой, он в политику лес как раз, но сейчас вот плачет, говорит, YouTube у него забрали канал, он там мог сидеть, говорить то, что он думает, и разжигать войну между странами. Ну, это понятное дело. Столько лет копил, и все, в один миг разрушилось. Ну, не еще пока есть, пока еще. Но скоро, в скором времени все это идет к тому, то, что было в 45-м году с Гитлером, да? Нацистская Германия потерпела полное поражение, и потом отвечали нацисты за то, что делали они и их фюрер. И то же самое сегодня происходит с Россией. То есть Путин, его окружение и население, которое его поддерживает. И ответ будет скоро, потому что Россия скоро полностью придет к своему краху. К этому все идет. А человечество с земли и остальные будут жить так, как живут. В мире, в радости, в созидании, но не в разрушении. Это люди привыкли к цивилизации полностью. А почему Россия не привыкла к цивилизации полной? Нет, я и говорю, что многие приводят из-за этого, из-за этой ситуации. Но если Россия не ведет себя цивилизованно, она всему миру показывает, что мы дикари. Мы дикари, мы не хотим жить так, как живет весь мир. Мы не хотим созидать, мы хотим разрушать, мы хотим убивать, мы хотим нападать, быть агрессивными, невежественными. Путин же знаете, как строит свою политику? Он на фоне примитива, то есть, вот примитивный, не хотят слушать, отравленный пропагандой, отравленный вот этим вот, отравленной этой заразой путинской, которая просто в уши вливала им все эти года. А я расскажу просто то, что Путин же, как он себя вел, он на фоне примитива выглядит более таким достойным. Поэтому тех людей, которые не такие примитивные, которые способны думать, анализировать, логически строить мысли свои, вот от них он избавлялся, потому что он понимал, что эти люди никогда не смогут увидеть в нем того, кем он хочет казаться. Как он там, да? С голым торсом, на самолете он летает, под воду он заходит, ну такой, ну просто герой. А на самом деле, любой человек видит, что из себя он представляет посредственность, которая не умеет жить по-человечески и не дает жить другим по-человечески. А такие, как правило, заканчивают, все тираны заканчивают, как правило, примерно одним и тем же. Потому что сегодня уже никакие шахматные партии с Россией не разыгрывают. Все, маски сброшены, все знают где что, все понимают, что зло находится в России и добро находится в цивилизованном мире. Все прекрасно понимают, что цивилизованный мир это созидание и Россия это разрушение. Цивилизованный мир это мир, Россия это агрессия и война. Ну и еще там собачка маленькая, Лукашенко, который подгавкивает Путину. Вообще такое несет. Два таких, два диктатора, которые решили, что они должны находиться у власти столько, сколько они захотят. Что они будут просто оболванивать людей, а те, которые по иерархии от них идут, они просто будут деньгами закрывать рот. Вот это путинская Россия. Каждому дают в рот по пачке зеленых денег или евро или доллары. И все, и они служат своему хозяину. Как-то так. Что расскажете? Еще служить не отправляли в армию? В армии не были еще? Был. Ну а сейчас не отправляют? Сейчас же война идет? Нет. Великая Отечественная для Украины. Не знаю про это. Не слышали, не читали, не смотрели. Сахар или мука нет. Что-что? Песокный сахар не продается. А, сахар уже не продается у вас? Да, только песок не продается. А какой сахар? Белис, песок. Ну смотрите, это всего 15 дней прошло, да? 16. А дальше будет еще хуже. Сначала нет сахара, потом нет и соли нет. И так вот постепенно ничего не будет. Вот это то, к чему сейчас идет Россия. Это Путин поднял Россию с колен. Вот он ее как поднял, так и поставил. То есть, на самом деле с колен поднимали Россию все западные страны, давали России все, технологии, продукты, экономику, деньги. А сейчас это все уходит из России. Вот как только все это уйдет, западное, то, что запад дал России. Вот так Россию и упадет полностью. Потому что она сама ничего не может сделать. я не знаю, я закон не знаю, поэтому не решить, что так должен быть. Но вы гражданин Российской Федерации? Вы гражданин Российской Федерации? Нет, нет. Но вы живете в России, да? Да. Мой вам совет, как можно быстрее уезжайте из России. Если вы не граждане Российской Федерации, езжайте туда, куда угодно, но только не в России. В России жизни не будет. Во всяком случае, какое-то время. Потому что сейчас Россия идет к полному своему краху. Ну, не знаю, мой мясо хорошее, нормальное. Все здорово. Так вы же говорите, уже сахара нету. Это только начало, 15-й день. Вы понимаете, что все компании западные выходят из России? Там ничего нету, там ничего не остается, там нету, мозги уезжают. Ну, ничего, я не люблю сладкие, я не хочу сахара. А что вы любите? А что вы любите? Вот кроме сахара вы что-то любите? Нет, мне не детские, я уже... Понимаете, да, ребята? Я сладкое не люблю, потом я кислое не люблю, потом я жареное не люблю, я соленое не люблю. Вот так будет постепенно идти. А потом придет к тому, что вот что им власть скажет кушать, то они и будут. Вот они говорят, вот есть в магазинах, словно говорят, вот на всех полках стоит только банка тушенки, вот это кушайте, это мы вам разрешаем кушать. Это просто искаженное сознание в перевернутом виде. Вот все хорошее они взяли, перевернулись с ног до голову и говорят на белое и черное. Ну, что там слышно у вас? У нас ничего не слышно. Ничего? Сахар в магазинах еще есть? Где там? В каком городе? Нет. Нету сахара уже? В Краснодаре. Как вы относитесь к тому, что вот в России не будет инстаграм, фейсбук, ютуб, твиттер и так дальше? Отлично. Да, да. Будем умнее. Книги начнем читать, учиться. Серьезно? Ну, конечно. То есть получается так, что Россия, отрезав себя от всего мира, от цивилизованного, да, она станет умнее. То есть мир будет с интернетом, мир будет, значит, объединяться, да, делиться информацией между собой, создавать и созидать, а Россия будет книжки читать прошлые и старые, да? Это так она будет умнее. Ну, потому что книжки – это прошлое. Сегодня все находится в интернете, сегодня все находится между людьми, которые созидают и между собой объединены идеями. А какие идеи могут быть в России, если... Россия сегодня управляет, ну, пара маразматиков, которые живут в прошлом, в 18 веке, и пытаются тащить туда весь народ. Что хорошего? Путин живет сегодня не в реальности, которая сегодня есть. Сегодня в космос, значит, аппараты возвращаются туда и обратно. Понимаете, да? Книжки я не буду читать. Тремушки, Теора, да, там еще какие. Поднятая целина, там Путин еще и может книжку написать какую-то одну. Про то, как он выиграл войну с Украиной. Вот так, в принципе, история строится. Понимаете, ребята, да? То есть, они пишут все, что угодно. Вообще все. И это население все это хавает. Переписать сначала историю Второй мировой войны. То есть, просто перевернули сверху на ноги, да, себя обелили, других отчинили. Здесь так подписали, здесь так, здесь они засекретили, здесь они рассекретили. То, что выгодно показали, то, что невыгодно скрыли. То есть, история не показывается объективно. И плюс, историю им рассказывает Путин. Понимаете, Путин рассказывает, как люди жили. Великий историк. Он в свои лучшие годы только чемоданы носил. А сегодня он историком вдруг стал. Читает, значит, книжки нацистской Германии и пытается лишь понять для себя одну простую вещь. Как сохранить власть? Его больше ничего не интересует. И вот, когда-то Володин сказал, да, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Это коллективный Путин. Да, вот как сегодня Путина нет, и весь мир вздохнул. Вот как только Гитлера не стало, вот нацистской Германии, да, ушла и посмотрите, какая Германия сегодня и как живут все страны. Созидают, строят и живут в будущем. А у меня, они книжки, они возвращаются. Ничего, инстаграмма не будет, будем книжки читать. Они будут книжки читать, понимаете? Но они не понимают, что книжка не будет читать только те, которые им дадут. Советский Союз, это была система, в которой ты не мог читать, что ты хочешь, смотреть, что ты хочешь. Даже кушать ты не мог то, что ты хочешь. Тебе вот то, что дали, вот этим питайся. В магазин заходишь, а там стоит 200 банок на одной полке какого-то одного товара. А сознание придет, обязательно придет, они просто пока еще не понимают. Эту молодежь тоже сейчас просто нагло обманывают, они рассказывают сказки про Советский Союз, как там было хорошо. Те, которые посмышленнее, они все прекрасно понимают. И они быстренько-быстренько понимают, где сегодня нужно быть. Поэтому и уезжают многие из России сегодня. Те люди, которые интеллектуально развитые, они уже уехали давно. Те, которые на что-то еще рассчитывали и не успели, хотят уехать сейчас. Многие из них не знают, как уехать. Некоторые потеряли деньги за счет того, что рубль сегодня превращается не в что. А доллар и евро скоро в России будет под запретом. Не просто под запретом, а люди не смогут даже менять ничего. Вот вам рубли, давайте, вот сколько мы скажем, сколько и будет. Это как мы скажем, что вы жили, так вы и будете жить. Как-то так. А что такое может быть крупная война с Россией? Это воздушная операция наступательная, вторжение российских армий вот от четырех, которые они создали на наших границах, там, осадок Киева. Ну что скажете? Попытка окружить войска, которые... Что пьете? Или по всей ситуации. А что пьете? А что делать-то будет? Вино. А какое вино? Полусат. Изабелла за 100 рублей. Ну да, я просто к тому говорю, что все зарубежное, там, западное можно придерживать, потому что скоро оно будет стоить очень много денег. Все к этому идет. Все к этому идет. Что думаете, к чему сейчас все приведет, то, что сейчас происходит? Мне кажется, нормально все будет. Серьезно? Ну смотрите, сейчас экономика России просто катится с огромной скоростью вниз. Западные компании одна за другой выходят. Сейчас компании выходят не потому, что им сказали, вы должны покинуть Россию, а потому что это становится стыдно. Тем, что она работает на фашистскую... Не хотят слышать это. Да скажу. Компании сейчас выходят из России не потому, что им говорят, вы обязаны выйти из России и так дальше. Еще такого нет. Сейчас стыдно или как-то такое слово, западло находиться в фашистской стране и обеспечивать страну деньгами для того, чтобы эта страна потом эти деньги тратила на убийство мирных жителей в Украине. Не только мирных жителей, даже и военных в Украине. И своих военных, что самое интересное. Своих им не жалко. Путин вообще уже давно доказал, что им вообще никого не жалко. Кроме себя любимого. Вот себя любимого ему жалко, а всех остальных нет. все остальные нету территории. Все остальные нету с университетом галванированным НАТО. Один движок, 12 тысяч американских сил along the border. Что-что? Игорь, 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 тебе не кажется, что ты бесполезной ерундой занимаешься, нет? А что такое ерунда для тебя? Это что за тебе ерундой? Не, но ты же смотришь какой-то видеоматериал по поводу политических вопросов, там, всего такого, правильно? Ну да, и что? И что? Ну а какой смысл в том, что рядовой обычный гражданин какой-то страны изучает политику? Мы же ни на что повлиять не можем. Это нет, ты неправильно говоришь. Это ты ни на что повлиять не можешь, а другие люди на что-то влиять могут. Разницу улавливаешь? Ну вот на что ты можешь повлиять, например? Я могу влиять на любые процессы, потому что в свободном мире, рассказываю, в свободном мире человек 20 лет не сидит во власти, в свободном мире не находятся рабы, которые поддерживают того, который уничтожает их. В свободном мире, когда их лидер, скажем так, в кавычках, начинает агрессивные действия, не сидят по домам, не курят сигареты и не смотрят песенки. А что можно сделать? Что можно сделать? Это главный вопрос. Главное, в истории уже все это было. Вот все люди на всей планете землян не только на митинг. Каждый человек должен делать то, вот я же тебе объясняю, каждый человек должен делать то, что он может сделать. Например, есть люди, которые сегодня... А что я могу сделать? Вот я простой дурачок. А ты... Вот, потому что ты простой дурачок, ты ничего не можешь делать. Ну, а ты же не дурачок, ты можешь меня научить быть умным. Нет, уже поздно учить. Это можно было делать. А как ты тратишь на меня время, придурок? Действительно, на таких как он терять время просто нет смысла. Они ни на что, ни на что никогда не влияли и не влияют. Они не способны понять, что другие люди на что-то влияют. Они не способны понять, что в другом мире все совершенно по-другому. И то, что у них есть там напитки западного мира, товары западного мира, а сознание-то не западного мира. Понимаете, вот он может на себя надеть все что угодно. Сесть в Мерседес, например, пойти взять какое-то оборудование японское или еще что-то. Но сознание он же никуда не может деть. Оно всегда с ним. А это сознание именно та риторика, которую он сейчас озвучил. Я не могу ни на что влиять, я ни на что не влияю, я обычный, я занимаюсь чем угодно, но только не политикой. Потому что ему кажется, что он политикой не занимается. На самом деле, каждый человек в каждодневное свое время занимается политикой. Сознательно или бессознательно. Но все люди, все всегда занимаются политикой. Когда ты идешь в магазин, когда ты общаешься с полицией, когда ты идешь в поликлинику, когда ты платишь свои налоги, это все политика, ты в этот момент занимаешься политикой. Когда ты общаешься с кем-то, это тоже политика. Когда ты говоришь, что я не влияю на политику, ты в этот момент занимаешься политикой. Когда ты говоришь, что президент только решает наше строение, а я не решаю, ты в этот момент занимаешься политикой. Потому что ты имеешь какое-то слово свое, а твое слово влияет на какие-то процессы. Каждое слово человека влияет на какие-то политические процессы. Но им это понять сложно. здорово сказали приветствую только вас не видно нас не видно нет очки у вас и плохо видно и плохо слышно у вас на будет интернетом проблемы да вот это такие бывают бывают россию там же а у вас показано с какой сейчас страны что у вас показывает с какой я страны сейчас россия не работает к пену меня я соединенных штатах нахожусь но я сейчас выбрал себе что я из украины у меня почему-то показано россия ну раша раша пидораса может быть что-то с и пеном я с 1 поляныца 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 так героям слава як ваши справи да тримаемося тримаем чернигев черниг витаю я вам желаю самого самого найкращого у вас все было и мир скорейше дякуй будет где мы динемся будет так добрый залезает так сгоден с вами до перемоги разу и ничего не может быть просто ничего не может дякую гарно вам настроек вам такая штат дякуй до побачення по бассейн это свои не знаю почему у меня сегодня бипе не работает добрый вечер добрый вечер как ваши дела из россии да нет не за си слава богу рад за вас а вы в россии сейчас находитесь или нет слава богу нет а где вы сейчас обманываю я сам из грузии понял а я сыгами а я в соединенных штатах нахожусь но сам из украины из киева но 30 лет уже живу соединенных штатах слава героям слава это и грузии тоже что думаете как как она с его большой я думаю все получится все получится да потому ах шалка отключилась с удовольствием пообщался сейчас именно с грузией и с людьми которые из грузии я надеюсь что и грузия тоже получит свои территории обратно и что вообще весь мир вздохнет скоро потому что есть путин есть проблемы нет путина нет проблем сегодняшний путин это гитлер 21 века этот человек даже нельзя сказать что нет не человек да то скажем не до человек который сегодня просто терроризирует все мировое сообщество включая внутри своей страны то что ни один человек не убил больше русских сколько убил сам путин принципе истребляя сегодня свой же народ посылая на войну до тех которые даже не знают как правильно автомат держать руках это тоже делается не путин и населению саму рассказывает сказки о том что там кто-то напал на кого-то и какие-то в одну просто переворачивать всю историю но это обычное дело для советского союза до россии вот все перевернуть сверху на ноги показать на белое скажу это черное и сказать а вы докажите то есть ну такая риторика но уже никто на эту риторику не смотрят потому что люди все прекрасно понимают что происходит и видят никто не может уже сегодня исказить то что происходит по-настоящему и все знают и весь мир сегодня знает что такое россия к чему она идет и какая она по отношению к другим людям на этой земле она агрессивная и недоразвитая украина привет я к вашей справы ты украинец я с один штатах нахожусь но когда-то жил в украине давно к сожалению меня випе не работает сейчас и у меня выбрана украина но показано что я из россии что-то с моим випе на даже поляны поляныца как ваши справа у нас справа очень хорошо это очень хорошо на самом деле не в каком месте я сейчас за кордоном и эвакуировалась это доброе что сбудется приведу чего войны русские пидорасы это я знаю что будет за тиждень сподіваюсь что путин посадят на велику велику ракету тупую и что его разорвают по частям и отправят его в космос чтобы он подыхал очень повильно и в муках я тоже а что мы можем сказать сказать про россиян також ну россияни саме население воно делится на тих кто поддерживает путин и тих кто поддерживает украинцы там максимум процентов 20-30 потому я не могу ничего сказать ибо мои друзья из россии сказали что украина сама винна в этом сама винна всем так я вважаю 10 10% не 30 и 20 10 но я уверен что украина понад все и все будет хорошо и все будет хорошо и путина все же таки люди на на жаль цена и люди на на жаль цена и люди на венема и ничего ввиду длины ну ничего и скоро помре так и все будет добре все будет добре и все будет украина дякую вам до побачили до побачили такие девчины вообще общаешься с украинцами с украинками с украинцами у людей уже обратите внимание да вот ненависть она в перемешку с каким-то сарказмом с какой-то осознанной мерзостью да потому что ассоциация путин его население вызывают только такие эмоции такие чувства люди понимают что то что он натворил да пока он там себе сидел своих границах да и занимался своим населением и издевался над ними ну твое твое население делать что ты хочешь да хотя люди говорили про этот эти показывали и говорили им что посмотрите почему позволяйте какому-то одному мерзавцу до делать все что он хочет и ставить вас на колени даже тому маленькому проценту до которых у которых есть какое-то достоинство а население не понимала они хотели что дальше было еще круче прошел их с колен поднял нот сегодняшняя кстати положение вещей показывает кто на самом деле поднимал россию с колен сейчас компания за компанией выходит доллары уходит евро уходит политическая и экономическая составляющая западных стран уходит и вот остается это вот обнаженная да